Эти механические клавиатуры можно брать прямо сейчас, в марте 2022 года. К тому же эти борды продаются в России. Это новинки от ACA, которые великолепны по соотношению цена-качество на данный момент. И именно про эти клавиатуры я тебе сегодня и расскажу. Привет, меня зовут Арсений и ты на канале Игроман. Ну а это обзор ACA 3098S и ACA 5108S. Поехали! Ну а начать предлагаю с описания различий этих бордов. Два основных это конечно же форм-фактор и свитчи в основании устройства, но обо всем по порядку. ACA 3098 это 98% борт, у которого присутствуют цифровой блок, стрелочки и ряд F-клавиш, но при этом небольшая часть функциональных клавиш, которая большинству юзеров не нужна, отсутствует. Именно поэтому клавиатуры 980 форм-фактора я считаю одними из самых универсальных, ведь у них есть весь необходимый функционал, при этом такое устройство занимает значительно меньше свободного места на вашем рабочем столе, чем фуллсайзборд. А вот модель 5108 полноразмерная, то есть присутствуют вообще все возможные клавиши, в том числе блок функциональных кнопок расположенных над стрелочками. При этом в длину устройство ощутимо больше. Обе клавиатуры проводные, обе классического закрытого строения, обе имеют настраиваемую RGB подсветку, да и комплект поставки девайсов одинаковый и с вашего позволения расскажу про один из них. В коробке помимо клавиатуры лежит инструкция по эксплуатации, модульный USB-C кабель для подключения, прозрачный пластиковый кофр от пыли, проволочный пуллер для извлечения кейкапов и набор из 20 дополнительных желтых колпачков. В целом очень даже прилично, учитывая текущую стоимость в 10 тысяч деревянных. К слову о цене, до 31 марта на Озоне будет действовать промокод на дополнительную скидку в 300 рублей, при этом не только на клавиатуры, но и на любой другой товар от полутора тысяч. Для вашего удобства продублировал промо в описании, там же оставил и ссылки на клавиатуры из видео. Кейкапы у обеих клавиатур великолепны, ведь это PBT дабл-шот колпачки фирменного профиля ASA, у которых в стоке присутствует как латиница, так и кириллица. Толщина капов внушительная, порядка полутора миллиметров, а латиница и кириллица нанесены с использованием технологии двойного литья. Простыми словами, символы на кейкапах не сотрутся никогда, правда вот подсветка символов полностью отсутствует. Несмотря на полибутелен терифталат в качестве основного материала, шершавость кейкапов умеренная и тактильно довольно приятная. Никаких заусенцев снизу колпачков и иных артефактов я не заметил. Качество АККО, как всегда, приятно удивляет. Профиль кейкапов по ощущениям чуть выше ОЕМ, поэтому привыкать к ASA не пришлось. Среди общих особенностей можно также выделить наличие ходсвапа, или же возможности заменить переключатели без пайки. Что в 3098, что в 3058 стоят ходсвап сокеты производства TTC. Оплата поддерживает как 3 пин, так и 5 пин свитчи. Расположение светодиода северное, а за счет белой металлической пластины в основании подсветка рассеивается по всему пространству меж колпачков. Помимо идентичной подсветки, реализация индикаторов тоже совпадает. Это три маленькие точки белолунного цвета, расположенные над цифровым блоком. А вот переключатели у клавиатур разные. В 3098 стоят линейные Radiant Red. А вот у 5108, то есть фулл сайз версии, стоят тактилки Lavender Purple. Итак, ACO CS Radiant Red это линейные свитчи с силой нажатия 53 грамма. По сути аналог черных катарон и черри. В стоке немножко стема, ни пружина не смазаны. При этом эффект песка и звон пружины отсутствуют. А вот ACO CS Lavender Purple это тактильные переключатели с силой нажатия 36 граммов. При этом ситуация со смазкой аналогично оранжевым Radiant Red. Песка нет, звона пружины тоже. Интересно, что по ощущениям тактильный бамп у фиолетовых ACO находится в самом начале. Из-за этого ACO CS Lavender Purple ощущаются уникально и не похожи на остальные тактильные свитчи. Да и сам момент срабатывания ощущается довольно четко. Нет того смазанного ощущения, как у черри или гетерон браун. В целом, что линейные, что тактильные свитчи от ACO я вам могу смело рекомендовать к приобретению. Люфт стема тоже минимальный, но правда ради небольшая смазка ножек стема лишней все-таки не будет. Стабилизаторы у клавиатур уже стандартные фиолетовые Plate Mount Cherry типа. Смазка, конечно же, присутствует. Не могу сказать, что стабилизаторы идеальные, все-таки пробел немного цокает, но давайте будем честны друг с другом. Для российского масс-маркета эти стабы все-таки хороши и уже в стоке клавиатура звучит достойно. Ну а если вы решите доработать стабы, то сделать это можно без проблем благодаря тому самому хот-свапу, о котором я вам рассказывал ранее. Отдельный респект улетает ребятам из ACO за наличие уже в стоке шумоизоляции между платой и Plate. Правда, вот шумоизоляции корпуса, к сожалению, нет. Но даже это решение превосходит все масс-маркет-борды, которые можно купить в России прямо сейчас в ценовом диапазоне до 10 тысяч вечно дешевеющих. Без шумоизоляции корпуса жить можно, но в целом клавиатуре она не повредит. Впрочем, это уже на ваше усмотрение. Звук обеих клавиатур в стоке ты можешь услышать в конце этого видео. Нижняя часть клавиатуры оказалась без сюрпризов, как и основная. Все шикарно. Четыре прорезиненные ножки по углам плюс две двухуровневые выдвижные. И, конечно же, кабель-каналы для вывода провода в одном из трех направлений. Но вот что меня немного удивило, так это наличие программного обеспечения. Если вы видели наши обзоры девайсов ACO полуторагодичной давности, вы наверняка знаете, что раньше у ACO принципиально не было софта. Сейчас же ребята пересмотрели свои взгляды и сделали довольно функциональную и красивую программу, при помощи которой можно настроить подсветку, переназначить клавиши, записать макросы и выбрать другие специальные режимы устройства. Все довольно наглядно и функционально. Респект. В итоге оба девайса я вам смело рекомендую к покупке, особенно по такой цене с возможностью дополнительно сэкономить, чтобы это сделать, юзая наш промокод на Озон. Напомню, что работает он до 31 марта на любой товар от полутора тысяч. Ну и присмотрись к тем же сетам кейкапов от ACO. Ценник тоже довольно приятный. Все ссылки для удобства оставил в описании. Ну а в результате мы получаем две качественные механические клавиатуры, которые прямо сейчас можно купить в России по адекватной цене порядка 10 тысяч рублей. При этом все технические характеристики этих бордов действительно впечатляют. Ну а что ты думаешь по поводу этих девайсов? Пиши свои мнения прямо сейчас в комментариях. Но меня по-прежнему зовут Арсений, ты был на канале Игроман. Покупай правильные и проверенные игровые девайсы. И увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок